Ну что ж, еще раз добрый день, уважаемые слушатели, в эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев, мы продолжаем наши эфиры в рамках недавно завершившегося уже, сначала в рамках открывающегося, теперь уже завершившегося, то есть по итогам недавно завершившегося форума открытой инновации, мы сегодня будем говорить о цифровых технологиях. Ну давайте сначала я представлю гостя, сегодня в студии бизнес-класса. Игорь Бевзюк, член правления, заместитель генерального директора, руководитель комплекса инновационного развития и управления РНД, расшифровываю исследование и заработок открытого акционерного общества РТИ. Вот так длинно, ну на первый раз длинно, потом буду покороче. Игорь, добрый день. Добрый день. Так, дальше тема, тема, которую мы заявили, звучит так. Смарт-сити, цифровые технологии создания умного города, комплексной системы безопасности. Ну и еще раз напомню, поскольку РТИ, открытые акционеры общества РТИ, никто иной, как генеральный способ, спонсор форума открытой инновации. Собственно, сам Бог велел сегодня нам в этой студии эту тему и обсудить. Ну что ж, друзья мои, значит, я вам напомню, вам, уважаемые слушатели, у вас есть возможность к нашей беседе присоединиться. Для этого есть телефон студии. Телефон прямого эфира 6510-99, 6, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Кстати, я вернусь опять к мысли, то мы некоторое время назад анонсировали этот форум, потом уже в моменте, собственно, по факту отчитались, что называют. Сейчас было бы интересно, конечно, услышать, может быть, звонки наших слушателей, тех, которые были на форуме и свое мнение по этому поводу высказали бы. Да, это, наверное, было бы интересно. Это было бы интересно. Так что, уважаемые слушатели, к вам я оперирую. Если есть среди вас такие, пожалуйста, звоните, делитесь собственными мыслями. Ну что ж, давайте начнем, Игорь. Разговор. Ну давайте вот отсюда и начнем. Что такое умный город вообще? Странная такая аббревиатура немного. Умный дом, кстати, я слышал. Умный город нет. Разные, наверное, могут быть определения умного города. Наиболее комфортным для нас является определение, связанное с тем, что умный город для умного жителя. То есть все, что вы хотите получить от города, должно вами быть получаемо легко, непринужденно и незаметно. Как вы дышите, как вы ходите. То есть это должно перейти из функции постоянного обдумывания в функцию рефлекса. То есть хотите быстро добраться куда-то? Да. Вы можете быстро добраться. Хотите посмотреть погоду, место или еще где-то в том или ином районе города? Я думаю, про добраться зря мы сейчас заговорили. Почему? Хотите быстро добраться. Я так подумал, что да, я хочу. А потом я посмотрел в окошко и понимаю, что ну не могу. Да. Если вы говорите о сегодняшнем ситуации с транспортом. А если можно сделать транспорт, который будет работать на принципах просто перемещения в пространстве. Да, я говорю о фантастике. Может быть это будет через 10, 20 или 50 лет. Но в конце концов, если вы поставите требование. Вот умный город, он начинается с требования. Что вы хотите? Если вы говорите, я хочу из точки в точку добираться за 10 минут. Да. Это из любой причем точке. Из любой точки. Или за 10 секунд или еще. От этого и будет отталкиваться. То есть по требованию человека всегда что-то готовится. Вот хотели люди выйти в космос. Это уже был вопрос, как выйти. Как ее решить. Ракета или это будет какая-то другая система. Сегодня мы же не летаем, например, в космос на ядерную установку. Хотя могли бы. Причины есть. Ограничения, экологическая безопасность и так далее. То же самое с городом. Я понял. Во многом, наверное, это понятие пока еще из области фантастики. А сейчас вот как выглядит умный город? Сейчас умный город это по большому счету конгломерат сенсоров, которые сенсорами могут быть самые разные вещи. И датчики, которые газоанализаторы, и видеокамеры, и микрофоны, и разного-разного-разного уровня датчики, и сенсоры. Ну, что и есть одно и то же. Которые соединены тем или иным образом, проводным или беспроводным, в общую систему. Данные накапливаются. То, что называется технология big data, позволяет в этой неструктурированной информации определенным образом быстро добираться до тех или иных данных. Какие-то алгоритмы позволяют делать прогнозы и тренды, что же будет с ситуацией, как она будет развиваться. И, в конце концов, давать человеку ту или иную рекомендацию, как действовать. Ну, так очень умно и очень сложно мне показалось. Вот вы сейчас... А можно, что называется, на пальцах это все? На пальцах. У вас сегодня, у многих в планшетах или в разного рода мобильных устройствах, есть навигатор, который позволяет узнать, что с пробками. Вот как это сделано? У вас в каждом из телефонов есть сим-картка, которая дает сигнал на базовую станцию, базовая станция дает сигнал на общего, на оператора. Оператор предоставляет эту информацию в виде услуги тому, кто пользуется этими картами. И открывая, вы видите, что здесь сим-карта передвигается с такой-то скоростью. Ведь измеряют скорость передвижения сим-карты. И когда общую ситуацию смотрите... У меня была ситуация совсем пару месяцев назад, когда позвонил оператор и спросил, почему вы на скорости 180 км в час умудрились в момент пробки над МКАДом пройти? Я им долго объяснял, что я был... Над МКАДом? Потому что я взлетел. Они сказали по МКАДу. Я им объяснил, что это была просто вертолетная экскурсия, которая позволила пройти на такой скорости во время пробки. То есть здесь именно ключевое слово над. Это было над, но в данном случае я больше говорю о принципе, как работает огромное количество датчиков. Вот в данном случае сим-карты представляют датчики, которые определяют положение объекта и скорость его перемещения. Ну хорошо, это по поводу перемещения. А продолжая тему умного города, то есть... Что еще важно людям? Людям важно дышать чистым воздухом. Соответственно, если у вас на сегодняшний день появляется возможность узнать не только на табло, которые в городе висят рядом с метро, о количестве температуры, влажность, давление, может кто-то рентген на опасную или не опасную обстановку измеряет, то точно так же датчики могут измерять и уровень содержания кислорода в воздухе, углекислого газа и разных-разных-разных примесей. Точно так же создавать эти поля. На сегодняшний день такими полями, которые, ну обычно их называют слои, они ложатся на геоинформационную платформу. Эта платформа используется там различными ведомствами, гражданскими или силовыми. И кто-то может знать, где, в какой момент что-то скапливается или где-то. Вы же, имея эту информацию, могли бы спокойно дойти и сказать, окей, сегодня я с ребенком гуляю в Коломенском. А вот потому что я вижу, что атмосфера здесь такая. Но это вот срезная информация. Нам же интересно, а что будет через три часа или что будет завтра. И вот когда вы имеете возможность объединить существующую информацию и информацию, например, о метеосводке, направление потока воздуха, соответственно, какой объем идет, какая влажность, где он будет уходить, в сторону или нет, вы можете сказать, хорошо, а вот завтра я вижу, что в этой зоне должно быть почище. Понятно, что это уже для совсем тех, кто очень чувствителен к чистоте воздуха. Но такая же ситуация может быть и по другим каким-то вещам. Например, свежесть хлеба или свежесть мясопродуктов. Ведь это тоже, опять же, это датчики. Вы подходите, у вас есть измерения, этот датчик спокойно говорит о том, что, ребята, мясо на этом рынке или в этой свежей, вы один раз воткнули, и в облако ушла эта информация. И все, это же огромный даже коммерческий потенциал у людей, которые будут этим использовать и иметь к нему доступ. Говорят, ребята, а у нас-то, вот посмотрите, постоянно идут те информации, что у нас там 98% всех срабатываний мясо свежее. Ну и так далее. То есть вот примеров можно делать огромное количество. Я не знаю, знаете, о чем подумал сейчас, Игорь, что фраза в начале нашего эфира, ваша фраза, что умный город для умных людей. Вот буквально в смысле умный. То есть человек, который вот всей этой информацией может пользоваться, он должен научиться ею пользоваться, что ли? А вот тут вопрос. Есть просто знающие люди, а есть умные. И это разные вещи, да? Они не всегда одни и то же. Да, они вот в том-то и дело, что это не всегда одно и то же. Вот дурак, это ведь тоже ум, просто это другой ум, это по-другому ассоциируемый. И иногда даже вот защита от дурака именно для этого и делается, чтобы вы там или я... Ну хорошо, мы о знающих людях говорим. То есть нужен какой-то навык. Этот навык самостоятельно приобретается? Или опять-таки, да, мы говорим о том, что мы можем этому научить тех, кто хочет? Во-первых, этому можно действительно научить, потому что точно так же, как раньше проходили те или иные обучения. Я понял. Спасибо огромное, Игорь. Давайте приживемся. У нас сейчас новости на Финам.ФМ. Послушаем, продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Игорь Бевзюк, член правления, руководитель комплекса инновационного развития и управления РНД, открытого акционерного общества РТИ. Не получилось пока. Короче, извини, пожалуйста. Значит, мы сегодня говорим на тему цифровых технологий, создания умного города, комплексной системы безопасности. Обсуждаем мы в эфире. Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы-495, сайт компании финам.ФМ. Уважаемые слушатели, вы можете к нам присоединиться. Ну и продолжим разговор. Значит, я еще раз напомню, наш сегодняшний эфир вновь относится непосредственно к недавно завершенному форуму открытой инновации, где как раз открытое акционерное общество РТИ было, во-первых, генеральным способом и активно представляло, да, собственно, свои разработки, наработки. Вот об этом, Игорь, если можно, поподробнее расскажите сейчас нам. Да, мы являемся генеральным спонсором этого мероприятия, выступаем уже в очередной раз и ключевым для себя видим то, что данная площадка позволяет собрать и обменяться не только информацией и представить, как это обычно делается на выставках, но и провести круглые столы по тем проблематикам, которые нам, как городским жителям, были бы интересны. Ну и нам, как производителям, в дальнейшем были бы понятны тренды технологические, которые этого позволяют достичь. И в этом году, например, по Дегиде Роснано было проведено очень хорошее мероприятие по форуму технологических офицеров, так называемых, ну или заместителей по технологическому развитию, каждый из разного уровня компании. Заместитель по технологическому развитию называется еще на сленге. СТО. СТО, да. Офицер. Да, Chief Technology Officer. Да, и, соответственно, когда вы сравниваете подходы людей из компаний стартапов, где там несколько десятков людей или там несколько даже просто человек, из средних компаний или из компаний крупнейшего размера бизнесов, которые измеряются уже миллиардами, тут можно посмотреть на подходы, то есть кто больше на технологию завязан, кто больше на технологию... А это зависит от размера компании? Да. К сожалению, или к счастью, но такова жизнь, что зачастую новизна, количество новизны в продукте, это не всегда дает экономически хороший эффект. Например, вот самый простой пример — самолет. Обычно каждое следующее поколение самолетов имеет в себе новизну там от 10 до 20, ну максимум до 30 процентов. Остальное идет так называемые преемственные технологические решения. Бывают, конечно, прорывы, когда идет там под 60, под 70 процентов, но такие прорывы обычно либо очень долго готовятся и стоят огромных денег, либо они оказываются не у дел, потому что не готова инфраструктура, не готова обслуживание, не готовы люди просто воспринимать и так далее. Мне показалось, что здесь важный момент — то, что пример этот именно самолет. Потому что, да, если что-то наворотить такого нового, мало ли, может он и, не дай бог... — Да, в самолете я сам по исходному образованию... — Они заканчивали? — ...куйбышевский авиационный, самарский аэрокосмический, и как раз прочнист. Поэтому я понимаю, что с точки зрения того, чтобы самолет летал и долетал, там важно не столько, насколько он железом или пластиком или еще чем-то оснащен. Наиболее важно то, насколько хорошо умеет управлять им команда. И, что еще даже более важно, насколько техники самолета умеют за ним ухаживать, следить и знают, что нужно сделать. Потому что очень часто катастрофы или какие-то другие, не дай бог, неприятности с самолетом, которые случаются, они случаются по вине просто не вовремя обнаруженных неисправностей. И, кстати, вот когда мы говорили о оцифровке, сейчас ведь тенденция, в том числе и в таких сложных системах, как самолеты, корабли, подводные лодки, она идет к тому, чтобы внутрь каждого из, внутрь конструкции выращивать те самые, вот мы называем их датчиками. Они самую разную могут информацию брать. Кто-то температуру, кто-то ускорение, кто-то положение, кто-то там какой-нибудь газоанализатор и тому подобное. Но смысл в том, что так же, как в теле человека, мы вот все больше и больше понимаем, подходим к природе, что нужна нормальная нервная система, которая позволяет четко и вовремя отреагировать. Там, когда-то убрать руку от горячего предмета. Да, почувствовав, да, что он горячий. Город то же самое. Вот это ведь надо понимать, что это некая система живая, которая, она может быть псевдо-живой, умно-живой, там, по-разному. И, опять же, город от города можно тоже отличаться. Один город по-умному устроен, другой не по-умному. И это тоже, уровень городов тоже требует разного уровня их оцифровки. Какие-то города просто не будут требовать определенных решений, у них нет этих проблем. Ну, города, например, на Ближнем Востоке и города на побережье Северного Ледовитого океана имеют существенно разные необходимые требования. И тут даже возникнет вопрос сертификации. Что такое, ну, или классификации умных городов. Вот если умный город в, там, северной стране Швеции или умный город, например, в какой-нибудь арабской стране или в, будь то, тот же Израиль, или Южная Африка. У каждого своя система ценностей. И у каждого даже... Тут не вопрос менталитета, а вопрос потребностей. Да, согласен. Ну, и в этом смысле, да, я подумал о том, что сертифицировать, да, это понятие будет сложновато. Ну, почему? Вы же сертифицируете машины, которые могут быть от уровня Запорожца и до уровня, там, президентских лимузинов. Каждая из них имеет определенный класс. То есть у нас есть машина класса А, Б, Ц, Д. Точно так же умные города могут быть с сертификатом А, Б, Ц. То есть есть какая-то база, которая позволяет сказать, окей, по этому критерию он сертифицирован. Поэтому нет. Но, может быть, ему это и не надо. То есть у него будет требование города, сам муниципалитет или какое-то региональное руководство может решать. Ребята, а вот это, вот это, вот это нашим избирателям, в конце концов, для кого? Для людей это делается. И кто бы ты это ни делал, решение принимать все равно, ну, наверное, решение принимать будет руководитель того или иного города. Ребята, решение непонятно какое, да. В конечном итоге ногами, что называется, да? Люди ногами голосуют, в какой-то момент мы... В какой-то момент все равно мы к этому приходим. Совершенно верно. Нужно это, не нужно, насколько это эффективно. Вот сделайте даже для себя, я не знаю, наверняка бывали в разных городах, вот можно ли сравнить там Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Лондон и Стокгольм? Вот можно? Вот они все, как вам, безопасные города? Ну, они все города. Они все города. Да, они все, ну, не знаю, крупные города, да? Да. Некоторые даже столицы. Вот, ну, так вот я с точки зрения географии просто сейчас... Ну, вот физически вспомните, Лос-Анджелес, что такое? Это ведь в нашем понимании огромная деревня, в хорошем смысле этого слова. Это огромная площадь, занятая, ну, там, малоэтажным строительством. Ну, однообразным достаточно. В целом. Красивым, может быть, удобным, неудобным, это уже вопрос их. Но нужно ли вам туда, там решать, например, мер по проблеме теплоснабжения? Вот вопрос. Вряд ли. Вряд ли, да. Вряд ли, просто. А у нас в Норильске или там в том же Стокгольме, вы без этой проблемы не обойдетесь. Это проблема номер один. Хорошо. Что, считать ли то, что отсутствует тот или иной элемент системы города, как теплоснабжение в Лос-Анджелесе, считать ли этот город, ну, как бы, недоумным? Ну, недоумным. Согласен, согласен, согласен. Так, хорошо. Очень интересно все, Игорь. Давайте, смотрите, мы сейчас что-то сделаем. У нас осталось 30 секунд. Я еще раз вас представлю длинно, потому что у нас сейчас опять будет пауза, очередная рубрика «Вне времени». Итак, сегодня в гостях Игорь Бевзюк, член правления, заместитель генерального директора, руководитель комплекса инновационного развития и управления РНД, что расшифровывается как «Исследование и разработка», и дальше идет «Открытое акционерное общество РТИ». Значит, обсуждаем мы с вами «Умные города». Сейчас прервемся. Итак, рубрика «Вне времени», потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Тема сегодняшней программы «Смарт-сити. Цифровые технологии создания умного города и комплексные системы безопасности». Безопасности обязательно надо поговорить. В школе мы завели разговор о цифровых технологиях. В гостях у меня Игорь Бевзюк. Коротко представляю. Руководитель комплекса инновационного развития и управления РНД Открытого акционерного общества РТИ. Телефон в студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Итак, Игорь, смотрите. Продолжаем разговор об «Умном городе». Ну, действительно, да, все, что может сделать его умным, это новые технологии. А город сам по себе относительно старый уже. И, соответственно, насколько, ну, порой, насколько тяжело вписывается вот эти все новшества в, ну, неловко отстроенный, да, созданный когда-то кем-то город. Бывают такие проблемы? Да, но они зачастую больше связаны все-таки с нормативно-правовой базой. Всего лишь? Ну, в большинстве, скажем так, в 98% случаев это так. Причина какая? Опять же, для того, чтобы у каждого было понимание, можно аудиопроигрыватель, современнейший там MP3-плеер и еще что-то вставить и подключить к динамикам как ВАЗа 2101, так и Мерседес-Бенц какого-нибудь последнего года выпуска. Соответственно, это будет технология, позволяющая получать изумительный звук, хороший доступ к той или иной услуге, но она встроена, соответственно, в разные тела. Точно так же и с городом. Например, сегодня есть необходимость как-то... Игорь, я прерву. Мне понравилась ассоциация, я сам еще люблю все сравнивать с автомобилями. Но, тем не менее, смотрите, вот один и тот же музыкальный носитель мы подключили к ВАЗовской колонке, ну или какой-то допотопной колонке, и к супер-пупер. На выходе-то разный результат. Вопрос для города, вот когда мы говорим о цифре, это 0 и 1. Вот тут тоже одно из ключевых пониманий. У цифровизации нет понятия какого-то, знаете, относительного. То есть вам нравится это или не нравится. Там есть выход. Цифра, она и подразумевает, у нас двоичная система принята. Соответственно, либо 0, либо 1. То есть сигнал у вас идет, что что-то либо проходит, либо не проходит. Поэтому в данном случае, то, что вам эстетически, возможно, будет это не так удобно, но вам надо знать, вода здесь прошла или не прошла, с какой она прошла температурой, ну если мы говорим, например, о теплосетях, и на какой глубине, например, находится там точка промерзания, которая позволяет там регулировать температуру на ТЭЦ или нет. Вот это да. Вопрос здесь ключевой, например, вам же не хочется раскапывать и ставить на каждый метр трубы эти датчики. Хотя в идеале, наверное, было бы так хорошо. Неплохо бы. Ну и поэтому тут уже больше нормативно-правовая база. То есть если сегодня прописывается, что при укладке всех новых или при ремонте, который происходит летом и так далее, будет определена необходимость постановки этих датчиков на определенные места в соответствии с регламентом. Это вот одна часть, которая, кстати, позволяет ведь потом не только отследить, была ли температура, ну, как происходит температура изменений и так далее, но она же позволяет отследить, а был ли вообще в этом месте сделан ремонт. И был ли он сделан ремонт с теми вещами, которые нужны? Потому что один и тот же датчик, он ведь может служить для самого разного. Вот в любом из устройств, которые носят для разговора, порядка 10 датчиков. Вот яблочные устройства, там и акселерометр, там и датчик положения, там и самые-самые разные микроэлектронные механические системы. И мы, как компания, у которой есть очень хороший такой мощный кластер, связанный с микроэлектроникой, мы четко понимаем, как можно использовать ту самую синергию, когда есть оцифровка и когда есть те самые конечные устройства, с которых вы это снимаете. Вот и все. Да, все очень просто, да, еще можно было бы добавить, все очень просто. Хотя мне, честно говоря, так не кажется, но понятно, что я человек не очень подготовленный. Тут скорее не в том, что просто или не просто. Технически сделать многие вещи довольно просто, но вы всегда натыкаться будете на то, что это не стыкуется с тем или иным нормативным актом. Или это требует того, чтобы просто физически раскопать трубы, но это дорого. То есть это экономически не всегда оправданно. Я почему и говорю, что вот даже стопроцентная, то, о чем мы говорили чуть ранее, новая на стопроцентных вещь, она не всегда экономически окупается. И ее наверняка, ну, кто зачастую использует? Оборонщики или те, кто могут позволить себе купить дорогую игрушку. А потом уже через несколько лет это становится обиходом. И там железо четвертой серии от железа пятой серии. Да, уже практически ничем не отличается. Еще, смотрите, мы заговорили с вами, когда вспоминали о вашем участии в форме открытой инновации, заговорили о том, что вы смотрели на разный уровень бизнеса, имеется в виду мелкий, средний, крупный. Оценивали качество или количество новинок технологических в том или ином случае. И вопрос-то прозвучал, не успели мы на него ответить. Зависит ли это, вот количество новшеств, этих инноваций, новых технологий от величины бизнеса? Если это так, то какая здесь взаимосвязь? Может быть, крупный бизнес не так активно внедряет новшества, потому что он крупный, ему тяжело двигаться. И в противном случае мелкий, да, более мобильный, соответственно, он бросается на все эти новшества с удовольствием. Либо наоборот, может быть, да, поскольку они все-таки требуют достаточно серьезных вложений, для мелких они недоступны, ну и так далее. Как это будет? Тут я бы, наверное, разделил на два направления. Те, кто занимается продуктами компании, там вне зависимости от уровня бизнеса. Продуктами питания, в смысле? Нет, продуктами те, кто поставляет какой-то готовый товар. Он может быть действительно продуктом питания или еще что-то. И те, кто занимается услугами. Вот наиболее как бы подвержено влиянию внедрения новинок с точки зрения технологий сфера услуг. Потому что это намного быстрее окупается и возвращается. Вы в цену клиенту всегда можете заложить размазанную, очень невысокую в абсолютных величинах, но когда она собирается, она становится значимой, ту величину, которую вы потратили на инновацию. То есть есть же законы экономики, там бизнеса, никто не отменял, есть затраты на разработку, и каждый из бизнесов должен принять решение. Либо он единовременно пытается найти деньги, чтобы эту разработку внедрить, либо он с каждого из продаж потихонечку, потихонечку, так называемые RCA и NRCA. То есть единовременные и постоянные затраты. То есть вы либо туда, либо сюда их относите. Когда речь идет о создании какого-то продукта, тут уже возникает всегда вопрос. Новизна в продукте зачастую требует технологической переработки линии этой. И, например, вы решили перейти на новый вид материала. Да, здорово. Но значит ли это? Что вам делать с предыдущим оборудованием? Ускоренная схема амортизации или что? Что физически? Надо принимать решение, что будет по этим деньгам. Закупать новое. Это же не всегда просто привез станки и поставил. Это необходимо обучить персонал. Необходимо сертифицировать процессы. Необходимо сертифицировать само производство. Необходимо доказать о том, что у тебя новый продукт, может быть уже сам продукт, может быть сертифицирован по тем правилам, которые ты смотришь на год или на два вперед. Потому что ведь тоже никто не отменяет изменения и ужесточения требований. Так же, как, например, к бензину от евро 2, 3, 4. Постепенно оно идет. И тут надо как раз и принимать решение. Когда видят даже роль государства, когда говорят, мы с 15-го года перейдем на такой-то стандарт. Все. Производитель тут уже оказывается просто физически в ситуации. Он говорит, если я сюда не вкладываю, тут уже не важно сколько денег или как. Да, понятно, все равно важно считает и так далее. Но это the must. То есть это они должны делать. Если же это вот чисто такая бизнесовая, то люди смотрят, сравнивают, может быть на старом оборудовании они еще будут лет 15 или 20 производить. И вот по своему опыту я смотрел, как на станках там еще 60-х, 70-х годов производят детали для современной авиации, для современного машиностроения. Да, они делают это чуть медленнее, но зато у них затраты на инфраструктуру нулевые. Они не несут вот ту тяжесть кредитов, которая взята была компаниями, подроботизированные, еще какие-то вещи. И люди отлично живут. Они приходят на работу, вечером пришли, попили кофе, отдохнули с семьей. Замечательно. Маленький бизнес, хороший. Процесс продолжается. Процесс продолжается. Здорово, здорово. Понятно, понятно. То есть мы, значит, отвечая на этот вопрос, который я озвучил чуть выше, все-таки пришли к выводу, что быстрее инновационные технологии внедряются в сфере услуг, нежели в сфере создания неких продуктов физических. Да, сфера создания продуктов, она просто более долгая по времени. Она требует больших отбиваний. Хорошо. Значит, еще заявлено у нас с вами в теме сегодняшней программы некие системы безопасности. Комплексные, некомплексные. Ну, опять-таки, начнем, наверное, с очевидных вещей. Если мы говорим о неких технологиях, цифровых технологиях, то, естественно, в какой-то момент возникает вот этот вопрос, ключевой вопрос безопасности. Любая информация, да, она, естественно, должна находиться в каких-то, так сказать, да, недоступных. А тут даже не вопрос доступности или недоступности. Вот в русском языке слово есть безопасность, которое, ну, в мировом оно разделено. Вот есть safety, есть security. У нас и то, и другое безопасность. Но есть безопасность относительно, вот, как знаете, по пирамиде Маслова, там, физической и тому подобное. Вот с оцифровкой та же самая история. Каждый должен принять для себя решение, какую часть информации он считает возможным выложить в общий доступ. То есть, например, кто-то, те же социальные сети или те же вот эти скандалы, которые происходят с АНБ и другими структурами. Вот тысячу лет назад, пятьсот лет назад, сто лет назад точно так же информация собиралась. Просто вопрос скорости сбора информации, эффективности сбора информации и обращения ключевых интересов на, там, ключевых людей был другой. Сейчас, да, действительно есть возможность отследить Васю Пупкина, там, Петра Иванова или еще кого-то. Вопрос-то в том, что нужно ли человеку бояться, что за ним будут следить. Это вот, опять же, такой философский вопрос, который должен сказать, что инструменты, которые позволяют за собой не следить, есть. Один из инструментов одеть маску и выбрать... Отсутствовать в пространстве. Отсутствовать в пространстве и не пользоваться этими благами. Ну, тут всегда, как бы, палка о двух концах. Если вы хотите чем-то воспользоваться, то надо за это чем-то заплатить. Вот один из наглядных примеров по железным дорогам и по, там, трамвайным путям Германии. Вот на любую остановку подходите, и там видно, через сколько минут и сколько секунд подойдет автобус. Как это сделано? Та же самая информация. Висит определенный датчик GPS внутри машины, и он просто идет расчетным путем и говорит, что вот осталось столько-то, столько-столько-то. И приходят они вовремя, ну, плюс-минус секунды. То есть там речь идет действительно о секундах разницы. Люди не считают это каким-то вмешательством их жить, хотя, в принципе, вся информация о том, в каком номер, с какой сим-картой едет, в каком автобусе, где находится, это, в принципе, все постоянно и доступно. То есть, говорим о том, да, в какие руки в конечном итоге попадает эта информация. Да, да, в какие руки. И тут уже вопрос, ну, если мы говорим о том, что, да. Хорошо, хорошо, да я понял. Сейчас мы прервемся, у нас новости на Финам.ФМ, послушаем новости, потом продолжим разговор, собственно, о безопасности как раз мы. Итак, друзья, продолжаем эфир, бизнес-класс на Финам.ФМ, тема сегодняшней программы Smart City, цифровые технологии создания умного города и комплексные системы безопасности. У меня в студии Игорь Бевзюк, член правления, руководитель комплексно-инвестиционного развития управления РНД, ОАО РТИ. Вот так. Ну, на всякий случай, еще раз, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Я смотрю сейчас в релиз, возвращаясь опять к форуму открытой инновации. И вот здесь интересная, мне показалась, информация. В плане собственной деловой программы РТИ заявлено о подписании соглашения о вступлении компании в консорциум «Безопасный город». И также РТИ выступает организатором Международной конференции «Безопасный интеллектуальный город. Жизнь по стандартам». Вот опять возвращаемся к теме безопасности. Собственно, о чем речь-то? Мы несколько лет назад создали консорциум под названием «Безопасный город», куда привлекли таких крупных игроков, поставляющих технологические решения. То есть компании, производящие как коммутационное оборудование, компании, поставляющие системные решения различного рода. Ну и имея в своей структуре крупного системного интегратора, мы, понятно, что опираемся вот на эту платформу. Когда мы говорим «Жизнь по стандартам», и когда включаем в свой консорциум, вот как на этом форуме, дополнительные компании, работающие в этой области, мы говорим о чем? О том, что есть определенная потребность в выработке стандарта. То, о чем мы говорили, какой город считать умным, какие критерии должны к этому прилагаться, какие должны быть учтены нюансы. И вот там со стороны ООРТ была предложена именно идея о том, что давайте создаем консорциум, который сделает несколько ключевых элементов. Первое. Рассмотрит проблемы городов разной размерности. То есть от городов там десятитысячников до городов многомиллионников. Причем по миру. Рассмотрим проблемы ключевые, какие у них есть. И рассмотрим те возможности и те решения, которые сегодня применяются, или которые предлагаются для их решения. Потом мы это постараемся сказать, классифицировать таким образом, который может позволить создать критериальную базу и перейти к формированию международного стандарта, вот самого даже понятия безопасный город. Именно это и есть наполнение того консорциума и наполнение той работы, которую ведет наш дивизион комплексных систем безопасности. Смотрите, это пока еще на уровне идеи или уже работы в этом направлении идут? Физически, например, вы если приедете на Ямал, там работает система 100. Самый простой пример. Любая из служб, которые занимаются охраной безопасности и тому подобное, она имеет свои базы данных, она имеет свои наработки и так далее. И довольно ревностно относится к проникновению со стороны другой службы, подобной, но не занимающейся, к проникновению своей базы данных, потому что могут быть нанесены изменения, воспользоваться и так далее. Так вот, например, на Ямале создана система 100 нашей компании, там в содружестве с теми членами консорциума, который был, но там право создания самой системы, вот мы гордимся, это принадлежит все-таки нам. То есть вот эта система, которая позволяет любому патрульному иметь доступ одновременно и проверять данные по-любому из объектов и по-любому из гражданина сразу со всей информации. То есть вы подходите и говорите, я сержант такой-то, ваши документы, и просканировав просто паспорт, то есть сделав фотографию, у вас появляется полностью в упрощенном варианте зеленые, желтые или красные индикаторы о том, что к этому человеку со стороны налоговой службы вопросов нет, со стороны этих нет. Как интересно. Чем хорош Ямал в этом отношении, он достаточно удаленный, ну как бы, концентрент. То есть это для нас пилотный проект. Такие же пилотные проекты, вот сейчас мы закончили проект в Тюмени, то есть там это больше было с МВД связано, и идут там второй, третий этап уже адаптировать систему, там больше оно завязано на систему общественной безопасности. То есть вот такие проекты, мы их, понятно, что они на сегодняшний день все будут являться пилотными по одной простой причине, потому что для того, чтобы поставить на серию, нужно принять стандарт. Будь то государственный или международный, там присоединиться к нему или остаться внутри своего какого-то локального. Но в любом случае, вот все эти проекты, которые сегодня происходят, они вот без этого стандарта, они сложны. Вот пример, который можно еще сделать. Компания наша создавала национальный центр управления в кризисных ситуациях для МЧС. Он был создан, отлично построен, и сейчас министр чрезвычайной ситуации может достучаться с этого НЦУКСа до любого пожарного. То есть есть в пожарной части, это знание протоколов, это единые, ну вот опять же возвращаюсь к слову, единые стандарты, единые протоколы, единая нормативная база, которая позволяет действительно взаимоувязать. И вот по городам это то же самое. Город просто это организация организации. Да, да, там многое. Я подумал о том, что вот в этом случае, ну если не выход из положения, то по крайней мере одно из его решений. То есть мы берем, да, некую общую сферу, вот МЧС в частности, да, там стандарты действительно существуют, да, там вот этой неразберихи, да. Ну она, скажем так, она в хорошем смысле военная организация. Да, в хорошем смысле, безусловно. И, соответственно, вот... Да, и это позволяет четкую иерархию. То же самое, понятно, что по критически важным для города элементам, вот таким, как энергоснабжение, таким, как канализация. Город ведь может быть выведен из строя достаточно просто. Несколько водоочистных станций и несколько канализационных станций просто перекрыть. Все. У вас, когда нет возможности убирать отходы и нет возможности, через некоторое время просто начнется эпидемия. Никого не хочу этим пугать. Ну просто вот физически каждый человек должен, наверное, понимать и осознавать. Вот подобные вещи в городе имеют такое стратегическое значение, да. И, естественно, к ним наиболее пристальное внимание. Да, и вот в них-то как раз и лежит ключевая особенность, что как только будут введены стандарты, понятно, что государство над этим наше работает, и другие государства работают. Вопрос того, чтобы не только вот разрозненные мнения были, но все-таки пришли, пусть какой-то стандарт появится, пусть он будет на сегодняшний день, может быть... Извините, а разрозненные мнения имеются в виду, это очень часто противоречия? Нет, просто разные потребности. Вот, например, как мы уже раньше говорили, город в северной части нашей страны и город в южной части страны потребности имеют существенно разные. Может быть, там даже потенциал лоббистский, с точки зрения проведения тех или иных критериев разный. И поэтому тут всегда очень важно будет понимать, а какой из критериев, какой вес имеет в том или ином городе, и, соответственно, что является стандартом этого безопасного или умного города. Я понял. Так, хорошо, смотрите, у нас немножко времени. Давайте еще мы поговорим с вами о форме открытой инновации. Ну, уже, может быть, даже не вдаваясь в воспоминания, хотя, в принципе, воспоминания свежи все же еще. Что есть, то есть. Да, да, да. Если вы еще найдете, возможно, что-то рассказать о недавно завершившемся мероприятии, будет интересно. Ну и помечтаем, что называется. Я так думаю, что и следующий год, наверняка, уже в планах у вас. Запланировано, действительно. Вновь, да, стать участниками, спонсорами, может быть, что-то добавится. Расскажите, пожалуйста. Ну, для нас форум, как любит говорить наш непосредственный руководитель, действительно не только площадка, где это что-то можно делать, но это вот некая такая гордость того, что мы физически, как компания, способны содействовать внедрению технологий, которые сегодня кажутся разобщенными. И вот найти ту самую синергию, которая может связать игрушку для подъема настроения у ребенка после его прихода из школы с тем, что эта игрушка обеспечивает его безопасность с точки зрения окружающей среды, то есть она улавливает, например, дым и еще что-то. Вот такие вещи... Я подумал, что сейчас это не на уровне фантастики. Это не на уровне фантастики, это абсолютно реальные вещи. И вот хоть поэт и говорил в начале прошлого века, что в одну упряжку впрячь не можно, а слай трепетную лань. Тем не менее, вот само подходы тех людей, кто на форум приходит или являются представителями, представляют свои решения, или просто черпают эти решения с этого форума, оно зачастую позволяет связать то, что лежало вроде на поверхности, но никто просто не смотрел с этого угла на применение. И зачастую, наверное, многим не раз приходилось видеть какую-то вещь, лежащую рядом с другой вещью, и в голову не приходило одно встроить в другое. Да, сейчас очень зачастую непонятно, что это у тебя фотоаппарат с функцией телефона или телефон с функцией фотоаппарата. Со многими другими, да. Да, ну и многими-многими-многими другими, да. Вот вспомните, просто несколько лет назад, например, смартфоны были, ну, таким только новинкой. Вот буквально 5-7 лет назад мы же все-таки телефонами, да, мы пользовались телефонами. Потом прошел технологически, появилась возможность создавать экран, тачскрин, с которого можно путем изменения его сопротивления, там, поверхностного, прикосновения пальцем, менять, соответственно, ту или иную информацию. То есть, опять же, циферка 0 или 1, прикосновение или не прикосновение. И от этого все. То есть, а дальше уже идет обычный код. То есть, говорят, если в этой точке дотронулись, а в это время горит здесь такой флажок, ну, значит, открываем эту программу. Если этот, значит, эту программу. Вот и все. Там же нет ничего такого rocket science. То есть, это достаточно простая вещь. Ну, вот, наверное, вот это и есть ключевая изюминка форума, куда приезжают. А, тут еще надо, знаете, что заметить? То, что на форум собираются ведь не только компании. Тут еще есть ключевой момент, что собираются регионы. На форуме всегда представлены, помимо, вот в этом году были странными партнерами, Финляндия и Франция. Я, как проживший там несколько лет во Франции, я очень хорошо понимаю их потребности с точки зрения домашних необходимостей. И те инновации, которые они несут, мы их иногда просто не воспринимаем как инновации, потому что мы не можем... А зачем? Мало того, что зачем, а вообще, ну, и что это такого? У нас это там сотни лет было. То есть у них, например, элемент специальной изоляции трубы, ну, так произошло, что в Тулузе понизилась температура до минус, там, двух градусов. Чего раньше не было, да? Да, чего раньше не было. Перемерзли трубы. И потребовалось, да? Огромное спасибо, Игорь. К сожалению, время закончится. Я думаю, что мы еще найдем, да, своя множество поговорить в этой студии. Спасибо, всего хорошего. До свидания.